Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и мы продолжаем с вами карьеру за игрока. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, у нас подходит к концу наш, если я не ошибаюсь, третий сезон карьеры за Хавьера Муниаса. Совсем скоро уже выходит FIFA 23, который я предзаказал, поэтому в ближайшее время нам надо бы заканчивать карьеру за игрока. И вот какой вопрос. Если мы в этом сезоне выигрываем Лигу Чемпионов с Мадридским Реалом, то выполняем еще одну задачу. И у нас останется последняя задача, это выиграть золотой мяч. Понятно, что это просто были цели, которые в принципе не обязательно были к выполнению, но так, чтобы мы не отклонялись от нашей поставленной задачи и как бы по сюжетной линии нашей карьеры. Так что вот пиком нашей карьеры будет это выиграть золотой мяч. Не знаю, выиграем мы или нет, поэтому этот сезон вряд ли будет последний. Чтобы посмотреть, выиграли мы или нет золотой мяч, нам придется в любом случае сыграть еще один сезон. Там как минимум дойти до декабря, но по логике было бы замечательно доиграть тот сезон. Поэтому вряд ли это будет последний сезон как минимум, но выиграть Лигу Чемпионов в этом году мы обязаны, чтобы следующий стал сезон у нас последним. Пробежимся по расписанию. Сегодня у нас будет очень много матчей, большой выпуск, это вы уже сразу видели по хронометражу. Во-первых, у нас четвертьфинал Лиги Чемпионов против Аталанты. Дальше выездная игра против Реал Бедиса, выездная против Атлетика Бильбао, домашняя против Малерки и выездная против Асасуна. Это именно в апреле. Ну и также вот здесь, наверное, где-нибудь добавят уже первую игру полуфинала Лиги Чемпионов. И вот такие матчи в мае последние. Райо Валикана, нет, Реал Валидолит, прошу прощения. А Эспаньол на выезде, на выезде против Уэски и домашняя против Валериала. То есть в серьезных соперниках, как мы видим, кроме вот, ну не знаю, Атлетик Бильбао или Реал, наверное, больше нет. Поэтому здесь мы, в принципе, все свои силы бросим на Лигу Чемпионов. Кубки Мадридский Реал, я напомню, вылетел, когда мы еще были в Валенсии, там на стадии 1-8. Если я не ошибаюсь, мы сейчас даже это проверим. Итак, даже чуть раньше Мадридский Реал вылетел на стадии 1-16. Это вроде в первом же раунде, в котором участвовали команды из Ла Лиги. И вот Мадридский Реал проиграл Хетафи, кстати, с которыми мы недавно играли. И 3-2 только мы их обыграли, поэтому, ну, команда, в принципе, это сильная. Вот, а Валенсия, если кому интересно, прошли мы 1-16, это еще когда я был против Реала Валидолита, 4-0. В 1-8, я не помню, я участвовал или нет. Вот, 5-1 обыграли, вроде еще был. Обыграли Реал Зарагозу, и, а вот здесь я уже не был. По пенальти, кстати, Валенсия вылетела в четвертьфинале, проиграв Ливан. Но это мы в конце сезона посмотрим. В итоге у нас остается только две задачи. Это выиграть чемпионат и выиграть Лигу Чемпионов. Итак, состав в наших экранах, мы на выезде, поехали. Итак, мы приехали в Бергамо, в ранге лучшего бомбардира текущего сезона в Лиге Чемпионов. 9 забитых мячей на счету Хавера Муниеса. Итак, оценка ниже 9-0, не проиграть, нанести 3 удара по ротам. Давайте не проиграем в этом матче, потому я рассчитываю на победу. Аккуратненько уходит от подкатов, от защитников. Муниес отдает голевую на Вальверде, и это 1-0. Снова, кстати, забивает Вальверде в первом матче, вот как и в прошлом. На прошлой стадии против Тоттенхэма Вальверде тоже забил. Правда, тогда Муниес не отдал на него голевую, но первый матч закончился победой Реала 2-0. Муниес и Вальверде забили. Вот посмотрим, забьет ли сегодня Хавер Муниес лучший бомбардир Лиги Чемпионов этого сезона. Так, Родриго хорошую передачу на Хавер Муниес отдает сейчас Муниес. Да и пробить же нужно, какой голешник забивает Хавер Муниес. Гол плюс пас на счету мексиканца. Подбегает он вроде в этом углу. Что-то нам так показывали, сидели болельщики мадридского Реала. Сейчас их там не оказалось, именно в этот угол-то и побежал. Они вроде как в верхнем ярусе находятся. На нижнем болельщики Аталанта. Ну и вот, десятый гол Муниеса в Лиге Чемпионов в этом сезоне. Это, напомню, дебютный сезон Муниеса в турнире такого ранга. Вот, да. На верхнем ярусе оказались болельщики Реала. Так что поблагодарили мы за их приезд, чтобы поддержать нашу команду в столь непростое время. Отлично идет мексиканец к разгрому. И он это делает. 3-0. Дубль Муниеса. Ну не знаю даже, как сказать, ну в первой игре четверть финала. Также вот в Италии забивает этот парень два мяча. Против итальянских команд, если я не ошибаюсь, Муниес играл. Если мне действительно не изменяет память, это был финал. Только вот хотелось бы мне вспомнить, вроде бы финал Лиги Европы, когда еще Муниес выступал в аренде за Марсель. Но могу я ошибаться, поэтому поправьте меня в комментариях, кто прям точно помнит. Но вот против Аталанты я не припомню, чтобы Муниес не выступал. И тут сразу же в дебютной игре против этой команды Муниес забивает дубль. Пас назад на Заньола. Аталанты через Фрюлера Дуванзапата уменьшает преимущество мадридского Реала. Можно сказать и гол престижа. Ну и счет 3-1 не кажется уж таким разгромным. 3-1 в любом случае уверенная победа Реала. Разница в два мяча, так же, как и обыграли в первом матче 1-8 Тоттенхем. Поэтому в ответной встрече, мне кажется, проблем не будет. Ну и лучшим игроком стал я, дубль плюс голевая. Ну и по заданиям от Карла Анчелотти мы выполнили абсолютно все. И оценка не ниже 9-0. И выиграли. И нанесли ровно 3 удара в створ, 2 из которых оказались голевыми. Итак, матч чемпионата Испании. Мадридский Реал едет на выезд против Реал Бетиса. Мы идем на первом месте. Два очка лидерства, поэтому терять очки нам ни в коем случае нельзя. Мы если проиграем, Барса выигрывает и все. Они снова будут на первом месте. Поэтому нам надо накапливать вот этот отрыв, увеличивать его. И состав Бетиса и Реал Мадрид на ваших кранах. Начинаем. Итак, Мунис забил все мячей в трех последних матчах. И является также лучшим амбардиром еще и чемпионата Испании. Первый свой сезон успел Мунис провести в трех командах. Это из-за Лос-Анджелес FC. Также перешел после этого, там буквально пол сезона отыграл, перешел в Валенцию. И как раз только начался сезон в Европе. И через полгода он ушел в Марсель в аренду. Итак, а задания, кстати, такие у нас не ниже 9.0. Здесь передач. Отношение голов к ударам. Я не знаю. Попробуем давайте 15 передач. Мунис на Казимира. Хорошая передача. Успел ли сейчас здесь Тони Кросс. Казимира. Передача на Венисиуса. Мунис. Передача и голевая. Голевая на Казимира. Буквально здесь из-под жесткого прессинга. Мунис выдал голевую передачу на бразильца. Тем более капитана команды. И вот так вот 1-0. Мощно пробил Казимира в самую девятку. Кстати, первый гол Казимира в этом сезоне в Ла-Лиге. Вот так вот забил Казимира дубль. Ворота Валенсии в финале Суперкубка Испании. Но вот в чемпионате-то не забивал. Именно Мунис сейчас ассистировал на бразильца. Одним из ключевых игроков Бетиса будет являться Мамардашвили. Столько сделал сейвов. Этот голкипер. И всего лишь минимальное поражение. Если бы не он, мне кажется, пахло бы разгромом. А так всего лишь 1-0. Гол забил Казимира. Голевой отдал я лучшим игроком встречи. Не я признан, а скорее всего действительно Мамардашвили. Да, 9-4 у него оценка. Был 11 ударов, 8 створ и 7 сейвов у него. Ну, замечательная статистика. Ну и ни одно задание мы не сделали. Вот Анчелотин этот матч. Ни оценку 9-0. Ни 10 как минимум передач на половине поля соперника. Всего лишь 8. И ни одного гола-то мы и не забили. Итак, ну а сейчас у нас тренировка перед матчем с Аталантой. Ответная игра в четвертьфинале Лиги Чемпионов. В первом матче Реал обыграл итальянскую команду со счетом 3-1. Итак, перед ответным матчем против Аталанты у нас появилась новость. То, что Мунис признан игроком месяца март в Ла Лиге Сантандер. Вот, при том, что одну всего лишь статуэтку я эту взял в Валенсии. А сейчас, я не помню, но вот уже я перешел в январе. Значит, за январь получил Родриго. Вроде как или за декабрь, я сейчас не припомню. Вот, а остальные статуэтки брал я именно после перехода в Мадридский Реал. Вот можно сейчас просто посмотреть и свериться. Статуэтки 3, ну, значит, 2. Вот, март и февраль. Вот, январь, значит, забрал Родриго. Так что я пока что вот в последнее время именно вот статуэтки забираю именно в составе Мадридского Реала. То есть мой переход в Реал также очень хорошо складывается для моей личной карьеры и для моих личных трофеев. Вот, ну, сейчас у нас ответная игра. Составы на ваших кранах. Счет 3-1 на данный момент мы ведем. Поехали. Ну что же, Сантьяго Бернабео. Четверть финала Лиги Чемпионов. Ответный матч и задание. Оценка ниже 9-0. Не проиграть. 50% обводок. Я снова возьму не проиграть. Потому что, мне кажется, если мы Аталанту на выезде 3-1 обыграли, то и сегодня тоже, в принципе, способны. И, ну, почти. Ух, Муниес-то доборолся. Казимира, передача на Муниеса. Ух, как же он на подкат. Вот, убрал просто. Одним взмахом ноги убрал игрока в подкате, который против него несся. И 1-0. Седьмая минута. Мне просто очень хочется посмотреть, как это выглядело в повторе. А Муниес забивает вот. Вот он этот момент. До свидания. Просто в буфет отправил. Все замечательно. И гол левой ногой забивает Муниес. Снова, кстати, забивает 3 мяча. В двух, так сказать, матчах от противостояния. В 1-8 забил 3 мяча ворота Тоттенхэма. И сейчас. Но еще очень много времени, может быть, получится увеличить. Это преимущество в своих именно голах. Забить больше трех. Ну, а пока что 12 голов в 10 матчах Лиги Чемпионов у Муниеса. Это просто шикарный результат. Осознавая то, что Муниес всего лишь первый сезон проводит в Лиге Чемпионов. Понятно, что он долго готовился к этому, во-первых, моменту. Хорошая передача на Вальверде. И снова голевая. Это что-то под копирку все пошло. Только в прошлом матче Вальверде первый забил. Ну, а теперь Муниес снова гол плюс пас. Какая-то, не знаю, ментальная связь у Вальверде и у Муниеса. Они прям чувствуют друг друга на поле. И очередная голевая передача на Уругвайце идет. 2-0, 5-1 общий счет. Мурес. Ух, ну что творит Хавьер? Я не понимаю, что с игроками Аталанты, но забивает Муниес дубль. Четвертый мяч Муниеса ворота Аталанты. В двухматчевом противостоянии. Но это все. Ну, а если уже 3-0 ведет Реал в первом тайме. Тем более вот так вот. Просто безрассудно полетели в подкат. Шестой номер, я не знаю, это Фафана вроде. В Аталанте сейчас играет. И снова, кстати, с левой ноги. Дубль нерабочей ногой. Забивает Муниес. Мне кажется, он двуногий футболист. Это очень ценится в футболе. И в итоге все. 20-я минута, друзья. 20-я и уже счет 3-0. Так, Муниес. Замечательную передачу дает на Родриго. И еще одна голевая передача у Хавьера Муниеса. Дубль плюс 2 голевые. В четвертьфинальном ответном матче Лиги Чемпионов. Отправляется вперед, чтобы забить свой первый хэт-трик в Лиге Чемпионов. Муниес. И он это делает. Первый хэт-трик Муниеса в Лиге Чемпионов. До этого он забивал только в чемпионате Испании. Совсем недавно забил 2, если я не ошибаюсь, или там 3 уже хэт-трика. Ну, в общем, 2 было подряд. Да, 3 хэт-трика у него было в чемпионате Испании. 2 на выезде и 1 дома. При том, что с последнего хэт-трика с выездного сразу же после этого был домашний хэт-трик. Вот. Ну, а теперь снова, кстати, домашний хэт-трик. Но, правда, теперь уже в рамках Лиги Чемпионов. И все. Полное доминирование Реала. В этом противостоянии 8-1. Финальный свисток 5-0. Реал разгромил Аталанту дома и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов. Но Муниес поучаствовал во всех 5 голах. Хэт-трик и 2 голевые передачи. Ну, естественно, лучшим игроком признан Муниес. Итак, все матчи четвертьфинала сыграны. Давайте посмотрим на нашего, как бы, теоретического соперника. И против кого бы я хотел сыграть. Итак, Реал прошел Аталанту 8-1. ПСЖ вынесли Барселону 5-3. Ну, можно сказать, вынесли. Тут более-менее вот так. Здесь игра минимальная была. И прошлое, значит, минимально прошли. Вот. Наполе, кстати, прошли Баварию. Вот это у меня на удивление. При том, что Бавария мне присылала контракт. Вот. Наверное, именно меня им и не хватило. Вот. Теоретически. И также Манчестер Сити. Вот здесь вот разгромненько. Так, хоть и матч первый закончится 3-0. Второй 2-2. Кстати, вот борьбу Юви тут навязал. В итоге. ПСЖ, Наполе и Манчестер Сити. Мы единственная испанская команда. Это раз. Два. Я бы хотел играть против Наполе. Еще одной итальянской команды. Но там уж как повезет. Ну, а по матчу мы выполнили все три задания. И рейтинг матча. Избежали поражения и 60% точных обводок. И, кстати, не посмотрели мы до матча с Аталантой. Как они шли в чемпионате. Как они, в принципе, дошли до четверть финала. Давайте сейчас это сделаем. Посмотрим. Все-таки уважим соперника. Так. Аталанты. Идет на пятом месте сейчас. Ну, отставание, я не знаю. 9 очков до первого места. 3 победы. Поэтому, мне кажется, трудно будет им ликвидировать. Но вот. За зону Лиги Чемпионов побороться можно. Так. Ну и, кстати, по групповому этапу Аталанта заняла второе место. Они разгромно проиграли 4-0 ПСЖ. Дальше сыграли в ничью с Пражской Славией. 2-2 дома. Потом еще на выезде сыграли с ЦСКА. 1-1. Дальше 2-2. То есть они не смогли за два матча обыграть ЦСКА. Дальше. Минимально, кстати, обыграли ПСЖ. Это, наверное, им и помогло выйти хотя бы со второго места. И также минимально обыграли Пражскую Славию. То есть, ну вот как-то так. Во второй половине групповой этапа они вот собрались. Две победы. Тем более еще и над ПСЖ. Вот как-то так. Итак, жеребьевка. Полуфинала Лиги Чемпионов. Сити против Наполи. ПСЖ против Реала. Вот как-то так. Ну что же. Это, наверное, один из самых... Ну там, действительно, теория вероятности была такова, что 33%. Что нам может выпасть абсолютно любая вот эта команда. Вот. И я хотел, чтобы Наполи выпала. Вот не хотел, чтобы Сити и ПСЖ. Это было 66% на то, что выпадут эти две команды. Выпала в итоге ПСЖ. Ну вот. Как-то так. Ну что же. Сейчас у нас выездная игра против Атлетика Бильбао. Как-то они не очень идут по ходу сезона. Мне всегда казалось, что Атлетик Бильбао такая хорошая команда. Где-то в верхней части турнирной таблицы. А так они где-то плетутся в середине. Но, может быть, наверстают здесь за последний матч. В любом случае, мы играем на выезде. Много уставших у нас, конечно, игроков. В отличие от Атлетика. Где у всех просто замечательная стамина. Но, не знаю. Отыграю я полностью матч или нет. Там уж мы посмотрим. Поехали. Итак, задание на выездную игру. Оценка ниже 8.5. Не проиграть и забить гол за пределы штрафной. Давайте я выберу не проиграть. И будем... Ну, первый гол уж мы хотя бы забьем для уверенности. А дальше уже будем пытаться пробить и забить дальний гол. Морес. А может быть, сразу попробуем забить и забиваем. Шестая минута. Просто рискнули. Пробить и за штрафной. И сразу же это гол. И сразу же выполненное задание уже на шестой минуте. Замечательно. Милитао забивает. И, не знаю. Там от Имманола залетит. Все-таки этот гол. Либо все-таки засчитают на Милитао. Смотрим еще раз. Удар Милитао. Тут как-то... Вот он то ли на грудь пытался принять, то ли что. Там еще и рукой как-то, мне кажется, сыграл. Но в итоге Имманол забил автогол. В рифму так вот получилось. Замечательный пас. Морес пробить. И забивает Морес дубль. Просто замечательно. После пропущенного мяча вот этого вот автогола атлетик рассыпался в обороне. Не казалось все. Команды сейчас уйдут на перерыв. Но нет. Морес снова решил пробить и за штрафной. И у него это получилось. Два мяча из-за пределов штрафной забивает Муниес. Дубль. На его счету после первого тайма. И не дали Муниесу сейчас отдать голевую передачу. Там на Камовингу, к примеру. Но в итоге 3-0. Дубль Хавьера Муниеса. И автогол игрока атлетика Бильбао. Лучшим игроком признан Муниес. 10-0 у него оценка. Все три задания мы выполнили. Рейтинг матча избежали поражения. Еще и забили два мяча дальними ударами. Ну что же. Домашняя игра против аутсайдера. Турнирной таблицы против Малерки. И у нас лидерство все равно так и осталось в 2 очка. Хоть и до третьего места там очень у нас хорошее преимущество. В 15 очков. Но все же не хочется отдавать чемпионство. Тем более Барселоне. Два очка разницы буквально ни о чем. Поэтому надо выигрывать и надеяться на сечку Барселоны. Составы на шкранах. Поехали. Итак. Матч на Сантьяго Бернабео. Реал против Малерки. И задания. Не ниже. 8-5 оценка. 50% обводок и командное владение. Давайте я оценку уж возьму. Потому что за командное владение точно я бороться не буду. Но обводки в принципе можем и выполнить. Но оценку мне кажется как-то полегче даже. И Лукас Васкес на Муниса. Тот уже в штрафной. Отдает голевую передачу на Федерико Вальвердо. Ну чувствуют друг друга эти парни. Просто телепатические способности у них. Отдает Мунис даже наверное не глядя передачу в центр штрафной. И точно знает что там будет Федерико Вальвердо. Еще и Кросс здесь отлично так отошел чтобы не мешать этому удару. И шестой гол уругвайца в чемпионате Испании. Так Родриго. Передача на Муниса. Даже скидка такая прям была. Доги Мунис по флангу. И еще одна голевая на Родриго. Родриго в этот уже раз. Вот они в стеночку так отыгрались. Пока Родриго скидывал на Муниса. Мунис просто вспахал всю правую бровку. А Родриго побежал на его позицию. На позицию Муниса. И вот. Мексиканец отблагодарил. За вот это вот движение головой. То есть сделал Родриго. Аккуратненько скинул на него. И свободное пространство для вот этого забега сделал. А в итоге 2-0. И Мунис делает дубль голевыми передачами. Мунис на Минги. Мунис. И можно в дальний пробить и гол. Хавер Мунис сам заработал штрафной. Сам его вот так вот разыграл. Сам прошел и забил. 58-я минута. Мунис забивает первый гол сегодня. И доводит счет до разгромного. Камовинга. На Вальверде. Здесь Мунис отыграл на Вальверде. И третья голевая передача у Муниса за этот матч. А дубль забивает снова Федерико Вальверде. Вы посмотрите какую голевую передачу отдает на него Мунис. Просто телепат. Камовинга. И Вальверде забивает Леон Хэтрик. И забивает Хэтрик Федерико Вальверде. Мунис, наверное, больше за него радуется, нежели чем за свой Хэтрик. Потому что, ну, действительно, его близкий товарищ и друг по команде, играя на позиции полузащитника, забивает Хэтрик. Понятно, что против Малерки. Но все же Мунису вдвойне приятнее от того, что на два забитых мяча из трех он сассистировал на Вальверде. 5-0 Хэтрик Федерико Вальверде. Три голевые передачи от Муниса плюс один забитый мяч на его счету. Но лучше, мне кажется, должен стать Федерико Вальверде. Но нет, стал Мунис. Где Вальверде, тоже 10-0 у него оценка. Ну, не знаю, может, это то, что по баллам, четыре результативных действия сделал Мунис, три Вальверде. Но мяч в любом случае с этого матча заберет Вальверде. Ну и по выполненным задачам. Все три выполнили. Просто замечательно. Ну что же, первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов. И мы играем против ПСЖ. Давайте, во-первых, посмотрим, как команда сейчас идет в чемпионате Франции. Но они, кстати, идут на втором месте, немного уступая Рену. Что, на удивление, странно. На одну очко всего лишь. Ну а ПСЖ, такой же соперник для нас, как и Аталанта. Они из одной группы вышли. И только ПСЖ вот с первого места. Давайте разберем ПСЖ. Параллельно матч Аталанта и ПСЖ мы разбирали, но все же. ПСЖ в первом туре разнесли Аталанту. Мы это помним. Дальше минимально на выезде, кстати, обыграли ЦСКА 3-2. Потом разгромили Пражскую Славию на выезде 3-0. Сыграли в ничью дома против Славии 2-2. Проиграли Аталанте и обыграли ЦСКА. То есть вот эта вот потеря очков, ничья и поражение пришлись, кстати, уже на вторую половину группового этапа. В одной восьмой ПСЖ также с какими-то проблемами дома сыграли 2-2 против Порту. Но на выезде обыграли их 2-1. Ну а в четверть финале сыграли, получается, они 2-1. Их Барселона проиграла 2-1 дома и 3-2 Барселона проиграла на выезде. Ну и теперь мы будем противостоять вот этому вот денежному мешку из Франции, где играет Киллиан Бапе, если я не ошибаюсь. И вроде как он действующий обладатель золотого мяча. Но сейчас мы посмотрим. Да, Бапе, кстати, тут все остались, потому что у нас сезон-то только третий. Донарума. Появился Тирни из Арсенала. Диало вроде был. Маркиниш, Хакими. Виналдум. Ну вот появился Шеллагер, вроде из Вольсбурга. И Мерина. Если я не ошибаюсь, из Реал Соседада. Ну, может быть, ошибаюсь. Поэтому вот. Ну а связка в нападении это все та же. Неймар, Мбапе и Месси. Ну вот посмотрим. Все-таки в текущем, так сказать, сезоне, который вот прошел, где Мадридский Реал выиграл Лигу Чемпионов. В 1-8 встретился ПСЖ и Реал. Первый матч ПСЖ выиграл, а второй просто провалил. Поэтому надеемся, что мы оба матча выиграем. Поехали. Итак, два шага до финала. Мы начинаем, значит, полуфинал Лиги Чемпионов. ПСЖ против Мадридского Реала. Очень уверенно пока что в Лиге Чемпионов идет Реал. Без шансов. Прошел Тоттенхам, Аталанту. Итак, задание. Оценка ниже 8-5. Не проиграть, забить 2 гола. Давайте оценку попробуем взять. Потому что если задачу выполним забить 2 гола, мне кажется, тому же оценка будет 10-0. И ударище Месси все-таки забивает. Со второй попытки Лионель Месси выводит вперед ПСЖ. И вот так вот. Четыре игры, если я не ошибаюсь, которые мы проверили за Реал в Лиге Чемпионов. Мы не пропускали первые. Именно в раунде плей-офф. Вот. Ну, здесь получается как-то так. Теперь надо отыгрываться. Муниес. Передача на Вальверде. И 1-1. Муниес снова отдает на Вальверде. Просто, ну, вот гол имени Хавьера Муниеса. Тут осталось только попасть по воротам. Он еще и в ближку, в девятку забивает. И выходит. Таки Фуса Куба. Вместо Родриго. Ничья. Голевая ничья 1-1. Месси и Вальверде. Обменялись забитыми мячами. И все решится на Сантьяго Бернабео. Ну, а лучшим игроком признан Вальверде. Автор вот этого вот важнейшего гола перед ответной встречей. Ну, и по заданиям. Рейтинг матча мы не выполнили. Избежали поражения. Сыграли вот ничью и не забили ни одного мяча. Итак, вы и знаете, у нас игра снова против, можно сказать, уже аутсайдера. 15 место Асасуна занимает на данный момент. И перед вот этим вот матчем, нашим самым главным, мне кажется, ну, на данный момент в карьере, ответка против ПСЖ. Посмотрим, как мы будем с ними играть. Поэтому сейчас надо ни в коем случае не думать, что Асасуна это абсолютно другой соперник. Другой уровень? Нет. Надо играть на том же уровне, на котором мы играли против ПСЖ, чтобы потом не было вот этого вот дисбаланса. Тем более в чемпионате у нас небольшое преимущество. Надо его увеличивать. Асасуна против Реала. Поехали. Ну что же, выездная игра против Асасуны и задание на эту игру. Оценка ниже 9-0. Отдать голевую передачу. Командное владение. Давайте 10-0. Ну и будем пробовать. Сначала, естественно, отдать голевую передачу. Так, а вот и Мунис. Хороший момент у него здесь появился. Мунис. И просто аккуратненько. Вот просто аккуратный момент. Все было сделано грамотно. Чувствуется вот эта вот уже нотка опыта у 20-летнего Муниса. Все-таки на таком спокойствии он сейчас все это сделал. Во-первых, мяч отобрал. И, во-первых, здесь вот аккуратненько, бильярдно закатил мяч. 39-й гол в 34-х матчах. Так, Мунис. И вот он хороший момент, чтобы сейчас отдать эту голевую передачу. Ну просто шикарно. Хороший пас на Родриго. Прям до лицевой дошел Мунис. Мунис. И в самый последний момент, в самую последнюю секунду отдает передачу на Родриго, которого никто не закрыл на дальней штанге. 21-й гол, кстати, у Родриго еще. И Вальверде. Две голевые передачи мне удается отдать на Родриго и на Вальверде. Ну супер. Потому что в бомбардирской гонке меня вряд ли кто-то догонит. А вот еще хотелось бы и в ассистентской побороться. Я там сейчас на первом месте вроде как иду. Поэтому надо вот наверняка увеличивать отрыв. Ну вот и Вальверде сразу же заменили Камовинга. То есть сразу как только игроки забивают в реале, меня только вот не заменили. А так Родриго ушел с поля и ушел Вальверде. Снова Мунис. Ну вы просто посмотрите, как же он хорош в отборе на своей позиции. Мунис забивает дубль. Вот так вот 4-0. 84-я минута. Дубль Хавера Муниса. Плюс еще у него две голевые передачи в этом матче. Мунис. Ну что, это заход на хэт-трик. И это хэт-трик. Мунис просто делает эту грязь. На выезде очередной хэт-трик Хавера Муниса в чемпионате Испании. И все. Финальный цветок. Разгромный счет от Реала. Получила Асасуна. 5-0. На выезде реал забил. Одержал победу. Хэт-трик Муниса плюс его две голевые передачи. 10-0. Оценка. Так, ну и по заданиям. Рейтинг матча мы выполнили. Две голевые передачи отдали. Но вот командное владение мячом не получилось. 50%. Всего лишь надо было 60. Итак, ответная игра уже на Сантьяго Бернабео. Матч. Буквально шаг до финала Лиги Чемпионов. 1-1 мы сыграли с ПСЖ в Париже. Вот теперь ответка. Месси. Кстати, не в старте. В старте вышел Сарабия. Кого еще здесь мы увидели? Я не помню, Лакруа был или нет. Вот так. Состава в наших экранах. Паредеса вроде тоже не было. Вот сейчас вот вышел. Все. Мы готовы. Ну что же, на Сантьяго Бернабео праздник футбола. Момент, которого все ждали весь сезон. Шаг до финала. И задание на матч. Оценка ниже 8.5. Не проиграть в матче. Сделать здесь передач. Давайте попробуем действительно не проиграть. Мне кажется, мы должны. Тем более-то одержать победу. Иначе никак. Баппе. Удар Минди. Накрывает этот мяч. Хакими. Пас на Мирина. И забивает ПСЖ. Вот так вот. 37-я минута. ПСЖ снова выходит. Первый вперед. Вот Мирина же вроде играл в чемпионате Испании. И вот действительно за Реал Соседат, мне кажется. Через Мбаппе. Здесь и Шлягер. Удар. И это 2-0. Все. ПСЖ выходит в финал Лиги Чемпионов. Шлягер ставит точку. И ПСЖ переигрывает. Мадридский Реал на Сантьяго Бернабе. Вот так вот. Финальный свисток. И в этом сезоне мы не увидим, как Хавер Муниас поднимает Лигу Чемпионов. Не получилось 3 сезона подряд выиграть нам 3 разных Еврокубка. К сожалению, вот та цель, ради которой мы переходили в Мадридский Реал, не свершилась. И не стала явью вот эта вот мечта. По крайней мере в этом сезоне. Ну и по заданиям мы провалили абсолютно все. Оценку не получили нужную. Не избежали поражения. И посыл атаки мы не выполнили. Ну и в финале Лиги Чемпионов сыграют, так сказать, ну многие говорят, что денежные мешки. Манчестер Сити против ПСЖ. Обе команды ни разу не выиграли Лигу Чемпионов. И по факту кто-то из них выиграет. А вот, ну в нашей карьере вроде ПСЖ становились чемпионами. И если действительно ПСЖ выиграет Лигу Чемпионов в этом году, то скорее всего золотой мяч снова достанется Мбаппе. Поэтому нам надо будет проводить еще как минимум два сезона, чтобы получить вот золотой мяч, который мы и планировали перед началом этой карьеры. Но дальше мы продолжаем еще бороться за чемпионат. У нас остается четыре игры. На ваших экранах самый серьезный, как я думаю, соперник это Вильяреал. Но соперников легких, как мы видим, не бывает. Поэтому нужно двигаться дальше. Играем против Реал Валидолида сейчас дома. Они идут на 17 месте. А у нас всего лишь два очка лидерства над Барселоной. Поехали. Ну что же, Мадридский Реал вылетел в полуфинале Лиги Чемпионов. И теперь все цели остаются только на чемпионат. Именно его выиграть. Иначе никак. Оценка ниже 9.0. Нанести три удара поворотом. Забить два мяча. Давайте попробуем оценку взять. Васкес. Через Муниса. Тот. Отлично как проходит. Пас на Камовингу. И гол. Отлично. Голевую передачу отдает Хавер Мунис на только что вышедшего Камовингу. Мунис. Отлично. Проходит он дальше. И пас еще и на Куба. Просто на двух свежих игроков отдает Мексиканец. И забивает и Куба, и Камовинга. Ну а здесь уже Муниса мяч. Отбирает Куба. Отлично сыграл на перехвате. Мунис. Ну и надо забивать. И вот так вот закатывается мяч в ближний угол. Казалось бы, гола не будет. Там даже нарушение правил вроде было. Штрафной могли поставить. Но Мунис до самого конца добежал. И вот так вот катнул этот мяч. Я очень хочу посмотреть с повтора, как это выглядело. Вот здесь вот раскрутили. Здесь мяч далеко отпустили. А вот здесь вот просто легонечко Мунис катнул. Потому что зацепился ногой за ногу соперника, когда тот делал подкат. А в итоге 3-0. Две голевые от Муниса плюс его гол. И все-таки забивает. А Реал Валидолит на 87-й минуте продавили оборону вот здесь. Здесь и я пытался там как-то помешать. А в итоге вот так вот. Что вроде смог Куртуа отбить, но салфетки руки у него были в этот момент. И все. Финансисток. Уверенная домашняя победа Реала. Над Реалом Валидолитом. Ну что же. Гол плюс две голевые. И звание игрока матча. Ну и все три задачи мы выполнили. Оценка ниже 9-0. Три удара по воротам мы нанесли. И также поучаствовали в трех голевых атаках. Итак. Остается у нас три игры. И как мы видим, Барселона до сих пор дыжит нам в затылок. Сейчас у нас выездная игра против Эспаньола. Нам вроде как повезло. Кстати, в месяце апреля снова признана игроком месяца. Вот. В чемпионате Испании. Нам пока что везет соперниками по календарю все соперники с низшей части турнирной таблицы. Играем сейчас против Эспаньола на выезде. Состав в наших экранах. Поехали. Ну что же, задание на эту игру. Оценка не ниже 9-0. Соотношение голов к ударам минимум 70%. И командное владение. Давайте 10-0 тогда возьмем. Мунис. 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 подходит бить пенальти. Давайте просто может быть в правую девятку вколотить на силу. И все. И отлично. А штанги еще так прям со свистом. Мяч залетает. Мунис делает счет 2-0. Мунис. Выход 1-1. На хэтрикле идет мексиканец. Нет. Галки выручает. А вот Вальверде замкнул вот этот даже паса нельзя назвать. Рикошет. После сейва голкипера еще 3-0 забивает Вальверде. И все. Финальный свисток. Разгромная выездная победа Реала над Эспаньолом. Дубль на свой счет оформил Хавьер Мунис. Ну и оценка 10-0. И по заданиям. Оценку мы выполнили. Ну вот соотношение голов к ударам. 28 процентов. Очень много мы били. Очень много не точно. Но дубль все-таки смогли оформить. И также 4 процента нам не хватило до командного владения мячом. Ну что же. У нас остается 2 игры в чемпионате. И давайте посмотрим на данный момент что у нас по личным соображениям. Ну мы вроде как должны стать лучшими бомбардирами. Это уже 100 процентов по голевым передачам. Но если Робертсон не отдаст 8 голевых передач за 2 игры то первое место еще и по голевым пасам точно за нами. Поэтому мы будем и лучшими распасовщиками в Ла Лиге. Лучшими бомбардирами. Сейчас у нас выездная игра против Уэски. Они идут на 18 месте. Составы на ваших экранах. Поехали. Итак, выездная игра. Предпоследний наш матч в этом сезоне. Оценка ниже 9-0. 3 удара поворотом и 3 передачи на половине поля соперника. Давайте вот эту вот возьмем 5. Отличный пас от Родриго. И он оказался голевым. 1-0. Реал выходит вперед. Мунис отлично разгоняет атаку Реала. Отлично здесь ему мяч вообще подарили. Мунис забивает дубль. На последних минутах Реал увеличивает свое преимущество и скорее всего ставит уже точку в этом матче. Так. Мунис Ну что это выход 1 на 1 и это хэтрик. Вот просто Реал ввел по ходу этого матча 1-0 до 86 минуты а потом просто за 4 минуты Мунис еще и сверху забивает дубль и в итоге забивает очередной хэтрик в составе мадридского Реала. Все. Финальный свисток. Со счетом 3-0 заканчивается эта игра. Реал разгромил Уэску. 10-0 у меня оценка. Ну и все 3 задания мы выполнили. Рейтинг матча ниже 9-0 4 удара в створ ворот мы нанесли и ровно 5 передач на половине поля соперника. Ну что же друзья последний матч в этом сезоне последний матч в сегодняшнем выпуске вроде как мне кажется мы закончим даже если там у нас будет все таки вот этот Кубок Америки Реал сейчас опережает Барселона 2 очка и все решится вот в последнем матче надо бы посмотреть с кем играет Барселона а Барселона играет дома против Реал со Съедада команда идет на 7-ом месте но мы играем против Ле Реала с 4-го места эта команда так что более-менее интересный получится матч состава на наших экранах поехали итак 38-й тур чемпионата Испании Роберто Карлос на перформансе от болельщиков Реала все решится сегодня если Мадридский Реал одерживает победу над Велериалом то становится чемпионом Испании итак оценка ниже 8-5 не проиграть матч и делать давайте сделаем 5 передач на половине поля соперника и пенальти и пенальти ставит арбитр 22-ая минута Фойт срубил там я так понимаю у кого-то и к мячу подходит Хавьер Мунис я не знаю снова ли вколотить и замечательно снова получается у нас забить пенальти кстати вот давно мы не били пенальти а в этом выпуске аж целых 2 пробили Пасна Родриго Вальверде и какой голешник я просто здесь на удачу решил вот так вот пробить а в итоге залетел этот парашют вроде впервые я с такой дальней дистанции решился на удар давайте посмотрим с камеры как это вообще выглядело из-за пределов штрафной в дальнюю девятку вроде как я должен был перебросить ну замечательно вот что значит чемпионский матч куражимся как хотим и забиваем как можем о нет хорошую передачу на Родриго отдает а вот так как тебе а рули 3-0 хэт-трик Хавьера Муниса в чемпионском матче и это покер это все замечательные эмоции дарит сегодня Мадридский Реал не только тем фактом что они могут сегодня стать чемпионами а тем что еще и вот такой прекрасный футбол показывают парни финальный свисток 4-0 победу одерживает Мадридский Реал и становится чемпионом Испании Мунис забирает мяч которым он забил покер а награждения не будет что ли сейчас тут очень все странно конечно не знаю я пока что скипать ничего не буду дождемся я надеюсь да награждение после этого сразу же прошло Мунис идет перед капитаном перед Казимиро и в итоге Мунис зарабатывает свой первый трофей в составе Мадридского Реала и это чемпионат Испании Мунис становился в прошлом сезоне чемпионом Испании вместе с Валентином вот и теперь в клубе своей мечты в составе Мадридского Реала Мадридского Реала писал комментарии по поводу этой карьеры вот мы стали двукратными чемпионами Испании Лигу чемпионов к сожалению не получилось выиграть в этом году но до выхода FIFA 23 мне кажется я еще успею как минимум один сезон отыграть а там будет видно лучшим игроком признан здесь на Мунис забил 4 мяча оценка 10 и 0 ну и по заданию мы выполнили абсолютно все рейтинг матч избежали поражения и 9 передач на половине поля соперника мы сделали ну что же подводим итоги во-первых Барселона проиграла Реал Соседаду в последнем туре и поэтому мы могли даже не обыгрывать Вильяреал а просто стать чемпионами кстати написали что побит рекорд я так понимаю статистика участия выше что вот это предыдущий рекорд 50 мячей в чемпионате Испании был рекорд я забил 51 мяч за сезон вот как-то так ну вот Реал доминирует и берет титул Ла Лиги Сантандер лучший голкипер это Тибо Куртуа лучший игрок турнира это Хавер Мунис вот про золотую бутсу ничего кстати не написали и команда турнира Куртуа Мелитао Вальверде Казимира Родриго и Мунис никого кстати нету из Валенсии но есть Салай из Рая Валикана Уерзабаль из Реал Соседада но также Гризман из Барселоны мы видим Робертсона тоже из Барсы и все ну что ж друзья посмотрел кстати Википедии действительно наибольшее количество голов было 50 и я побил рекорд Леонеля Месси сезона 11-12 тогда он забил 50 голов в составе Барселоны ну вот по голевым вряд ли я сделал конечно рекорд у Месси за сезон рекорд был в сезоне 19-20 21 голевую передачу отдал Месси ну 17 вот тоже неплохой результат если бы немножечко порасторопнее был и видел партнеров и отдавал передачи может быть тоже бы побил ну как минимум на несколько лет я не знаю ну смотрите 13 лет или сколько там ну примерно 13-14 ПСЖ кстати выиграли Лигу Чемпионов вот ну значит Бапе мне кажется станет обладателем золотого мяча но не точно кстати лучшим игроком турнира Лиги Чемпионов признан Мунис вот это мне кажется впервые первый же сезон и сразу лучший игрок турнира так Лигу Конференции отличный кстати турнир вон Лига Чемпионов написано и Герта ну да ладно это баг Лигу Конференции выиграла Герта обыграла по пенальти Лацо ну что ж давайте будем подводить уже итоги во первых турниров в которых мы участвовали Реал стал чемпионом на 5 очков опередил вторую строчку Барселону а Валенсия заняла 5 место и в итоге будут играть в Лиге Европы в следующем сезоне Суперкубок Испании выиграл Реал на тот момент мы играли Валенсии поэтому для нас это проигрыш был Кубок Испании кстати выиграла Барселона поэтому кстати я не знаю как будет вот это все там в Суперкубке Испании потому что точно будет Мадридский Реал и точно будет Барселона и Реал Соседат но второе место в чемпионате тоже заняла Барселона значит третье место там вроде Атлетика Мадрид так интересно на какой стадии мы смотрели да или нет вот Валенсия вылетела в четвертьфинале по пенальти от Леванте Суперкубок кстати кому интересно да ПСЖ еще и в прошлом сезоне выиграли Лигу Чемпионов значит они двукратные сейчас обладатели как минимум вот Бавария выиграла Лигу Европы в прошлом сезоне и заодно и Суперкубок ну и Сити проиграли ПСЖ со счетом 2-1 уступив в финале Интер выиграл Лигу Европы и обыграли минимально Лейпциг ну Герту мы видели то что они 1-1 сыграли Слацу и по пенальти все таки обыграли так и у нас кстати чемпионат Европы здесь стартует а я так но никакого Кубка Америки я так понимаю не будет так ну и статистика в чемпионате мы забили 51 гол за 38 игр то есть мы полностью провели все матчи и за Валенцию и за Реал также мы лучшие еще и ассистенты 17 голевых в 38 матчах ну Куртуа понятно лучший голкипер 15 сухих игр из 38 по Суперкубку Испании кому интересно я на втором месте по бомбардирам потому что забил 1 гол в полуфинале вот ну из-за того что Казимир забил дубль именно в финале он и на первом месте Фубки Испании я лучший бомбардир у меня 4 гола за 2 игры также 4 гола за 2 игры было у Нина из Хетафи но на первое место поставили меня лучший ассистент кубка я так смотрю я бы отдал все таки Ваде из-за Реала Зарагоза потому что за 3 игры он отдал 3 голевые ну а Зидан стал лучшим вратарем вот 2 игры из 3 из Раев Валиканова ну и в Лиге Чемпионов рекорды конечно не побил там вроде около 17 мячей Кришина Роналда вроде ставил этот рекорд если я ничего не путаю у нас 14 пока что мне кажется тоже хорошая статистика в 12 матчах 14 голов с первой же попытки ну вот как-то так лучшим ассистентом является Пакета я немножечко не дотянул вот у меня 4 голевые передачи я иду на втором месте ну и Нойер лучший голкипер турнира 5 сухих матчей из 10 так ну и кому интересно моя статистика вот 54 игры 70 голов там вроде если я не ошибаюсь то Месси намного больше забивал за в принципе за сезон сейчас бы вспомнить конечно так ну ладно напишите кстати об этом в комментарии там вроде Лионель Месси забивал 91 мяч и вроде он за календарный сезон забивал год именно за календарный с января по декабрь но не суть в общем 70 мячей 21 голевая передача средний рейтинг у меня ну оценка 8 и 9 хуже всего я провел этот сезон в суперкубке Испания за Валенсию 7,8 но остальные просто выше 8,7 и так кандидаты Казимира Родриго Муниас и Насари вроде да да я Насари но я снова признан игроком месяца в мае поэтому вот как-то так сколько сколько всего в этом сезоне мне интересно я взял написано 5 ну не знаю вот сейчас здесь посмотрим да 5 раз я был игроком месяца и здесь тоже поэтому вот как-то так ну кстати неплохая статистика именно зарял в этом сезоне 39 голов 14 голевых в 22 играх просто космическая статистика ну что же все завершение сезона какие тут у нас последние новости кто признан в итоге игроком года там я не знаю я вроде как не получил звание игрока года вот но зато получил две важные награды для себя это лучший игрок Ла Лиги и лучший игрок Лиги Чемпионов вот просто немножечко не повезло в полуфинале Лиги Чемпионов ну а мы проводим последнюю тренировку и завершаем этот сезон так ну очень странно новость сразу у нас 30 июня то что Реал Мадрид рассчитывает на новую звезду так постоянно вот говорят когда подписывают именно сейчас вот это вот еще и фотка ну вот как-то странно ну на этом заканчиваем у нас будет председательный турнир который я вряд ли отыграю но но пишите в комментариях стоит ли нам оставаться в Реале это раз два может быть нам стоит попросить на трансфер и к примеру перейти в тот же ПСЖ который нас выбили если будет от них предложение либо в принципе сменить Лигу потому что мы здесь сделали абсолютно уже все и целью у нас было попасть в Реал Мадрид вот и мне было сказано именно в составе Реала выиграть и Лигу Чемпионов и золотой мяч поэтому пишите в комментариях может быть нам действительно стоит поменять чемпионат потому что ну уже вроде как там два с половиной сезона провели в Лариге в общем я жду от вас фидбэка ну на этом мы заканчиваем сегодняшний ролик ребят спасибо большое за просмотр обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайки не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы но с вами был Андрей и канал футбол это ожидаемо к встрече друзья всем до свидания субтитры